всем добрый вечер сегодня мы немножко отойдем от программы альфа кам перейдем программе в ее же группе и рассмотрим еще некоторые моменты связаны с построением то есть построение в каде поговорим об возможности создавания создания точнее модели в 3d а также их экспортирования экспортирования в программу альфа кам то есть программа которую в данный момент мы рассматриваем данная программа называется парт моделлер она входит в группу она входит группу программ hexagon то есть то что фактически и что есть одним целым данном случае ядро этой программы edgecut то есть если сделать если сделать control альделит да и посмотреть в диспетчеры задач какая программа открыть мы увидим именно edgecut и сегодня мы рассмотрим как взаимодействуют эти программы для этого ну как бы две цели да то есть экспорт импорт в 3d с программой кам для ее обработки но перед этим как работает одна из программ для построения вот и если при построении скетчев эскизов в 2d либо два с половиной д промах кат у нас есть определенная определенное дерево только операции уже после обработки в камп-системе а вот для када фактически у нас есть точка то ноль который мы привязываемся и создаем выбирая разные геометрии построения то в 3d мы уже имеем какие-то какие-то другие возможности потому что появляется такое понятие как планы плоскости для построения это определенной поверхности которые получаются при пересечении трех декартовых систем координат то есть получается такая пространственная система координат который мы также можем наблюдать здесь и данная точка 0 это как раз привязка к пересечении этих всех плоскостей то есть плоскости xy вида сверху плоскости xz вида спереди и плоскости yz вида слева для того чтобы мы создался создали до какую-то какое-то построение при этом мы также разделим наше построение то есть скажем так что мы можем строить отдельно детали единичная назовем их парт детали также мы можем строить детали в сборке то есть когда в рамках одного файла существует несколько отдельных элементов в 3d то есть которые мы подвергаем какой-то такой функции вытягивания либо поворота относительно оси то есть для того чтобы сделать цилиндр и выполняем это сохраняя в общем файле который можно экспортировать вместе то есть когда мы соединяем отдельные элементы детали отдельной партии мы можем создать такой файл который включал бы себя на несколько деталей которые впоследствии собраны были бы именно так то есть мы можем файли отдельно сделать одну одну деталь вторую деталь третью деталь после чего экспортировать ее в систему cam и там обрабатывать их отдельно а можно сохранять их и обрабатывать их но можно даже вместе зависит от того какой мы это отрасли делаем но тем не менее такое возможно если взять провести аналог например с такой программы как solid cam solid works точнее то solid works есть отдельный файл который мы создаем отдельный элемент это solid part solid деталь фактически где можно сделать вот какую-то с помощью операции бабушка то есть вытягивание в 3d можно создать какой-то куб например который мы потом можем либо использовать как конечное изделие то есть сделать определенную анимацию по его построению и запостить где-то там на сайте нас на сайте то есть производителя там мебели либо еще чего-то потому что не знаю для чего тут нужна была бы анимация это наверное для какой-то сборки сборочной единицы анимации либо если мы хотим просто сделать дизайн какой-то детали опять же для чертежа для того чтобы заказать какую-то фирму ее построение то есть тогда мы используем файл drawing чертежа но этот solid part в solid works мы можем сделать одну деталь а можем сделать две детали в рамках одного файла то есть присоединить сделать определенное соединение например файл solid part 1 а он имеет одну деталь вторую деталь третью деталь это может быть соединено в одном файле можно сделать отдельную деталь файле номер один 2 2 файл имеет 3 вторую деталь 3 файл имеет третью деталь и потом мы можем их соединить в одном файле который называется файл сборки assembly так вот solid works также поддерживает файлы assembly где мы собираем готовые детали из разных файлов а можно сделать такую сборку в одной в одном файле файле solid part то есть сделать одну какую-то поверхность вторую третью отверстие что-то еще подсоединить то есть нарисовать много деталей в рамках одного файла можно использовать разборки можно использовать отдельные детали то есть файл детали что же здесь здесь то же самое то есть можно ну то же самое за исключением того что есть только один формат файла это формат файла то есть нет такого понятия как формат сборки либо какой-то файл сборочной единицы мы можем делать одну деталь сохранить ее потом экспортировать либо сфотографировать либо сделать print screen зависит от того для чего мы эту кат систему используем да если мы хотим в дальнейшем сделать управляющую программу для обработки на станке щпу то нам необходимо естественно это экспортировать в систему кам либо работая в связке с какой-то программой мы нам нужно импортировать ее из системы кам забрав соответственно вот это какую-то геометрию либо геометрию либо 3d деталь 3d модель чего-то вот если solidworks имеет два варианта файла может быть как деталь таки сборка но в рамках одного файла давайте попробуем что-то сделать но что-то сделать для того чтобы мы могли это обработать так как мы еще не рассматривали возможности обработки в 3d а только рассматривали обработку 2d то к тому же мы еще оставили операции то есть сегодня мы в принципе должны посмотреть на операции в альфа каме также посмотреть на создание када в 3d и это все объединится как бы еще в условиях экспорта импорта как раз между этих двух программах для этого мы выбираем плоскость что будет собираться предлагаю собрать вот такую как бы вот такой куб но сделать это из отдельных компонентов чтобы например была нижняя панель такое дно чтобы были боковые такие как ну можно сделать вот такую полку как то есть такой шкафчик с одной полочкой пусть это будет естественно дерево обработка потому что это будет более понятно но естественно можно использовать данную программу для металла обработки никакой разницы в этом нет для этого нам необходимо выбрать плоскость то есть если в системе кат когда мы строим чертежи в 2d по плану мы определяем сначала тип материала который бы использовался тип заготовки впоследствии а также нулевую точку от которой больше размера начинаем строить привязываясь к этой точке потом достраиваем материал и переносим его какую-то другую точку для удобства то в системе 3d кат мы мы можем мы должны точнее определить сначала в каком плане будет построение в данном случае например в плане top x и и относительно этого плана начать само построение 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 начинается с геометрии я выбираю такой инструмент как set view the concentration plane то есть я устанавливаю вид текущий вид в экране к конструкционному плану план конструкционный план конструкции план построения это то где собственно рисуется геометрия с такой такая программа стандарту которая у нас строит 3d модель она либо строит его автоматически когда я выбираю например построить цилиндр и указываю значение диаметра этого цилиндра и высоты например цилиндра этого достаточно для построения детали такой метод построения отсутствует в программе которую вы видите программе парк модуля либо праймет шкаф если взять такую программу как мастеркам то есть отдельно такой метод построения то есть когда уже мы выбираем определенные заготовки специальной геометрии которые только мы указываем параметры то есть какой диаметр какая например 100 либо если это прямоугольник какая ширина какая высота какая длина то есть три параметра нужно указать для построения куба то стандартно например тот же solidworks solid edge и другие программы строят это с помощью построения 2d геометрии с помощью специальной геометрии разных примитивов отдельно которые мы соединяем и впоследствии такой операции которая бы воздействовал на это создавая этот 3d элемент например как мы говорим полочка такая мы разберемся с размерами это не столь важно для обработки то есть инструменты геометрии которые доступны после того как я выбрал либо конструкционный план либо в моем дереве построения на каком активном плане все это будет работать я захожу в ректангл как видите для того чтобы создать прямоугольник привязываю какой-то точке и указываю его значение значение вводится параметрически например у меня есть with high angle то есть ширина высота и градус градус 0 мне не нужно его поворачивать но я его впоследствии могу изменять ширина пусть будет ширина и это будет дерево обработка то есть возьмем там какую-то большую ширину пусть будет 500 на 400 500 на 400 и я просто нажал ok с помощью колесика мышки мы можем увеличивать уменьшать увеличивать уменьшать масштаб да то есть в рамках рабочей зоны также с помощью операции view виды в меню можно увеличивать уменьшать текущее построение элементов можно увеличивать в окне zoom window то есть выбираю и указываю от какого угла до какого угла нужно внутренность увеличить можно сделать zoom extends так называемое сначала идет определение то есть мы фактически растягиваемся что у нас есть до на весь экран то есть если мы находимся где-то здесь дату zoom extends растянет все наше построение на экран 500 на 400 миллиметров является уже параметрическими размерами то есть если мы более подробную информацию почитать можно в разных меню в разных там f1 подсказках помощи сейчас я могу выбрать например какой-то какой-то отдельный размер например размер 400 нажать на него возникнет вот такая форма ввода в которой мы можем изменить его например изменить на 450 а здесь изменить на 600 то есть для этого я нажимаю на него изменяю его да то есть стандартно для большинства программ для того чтобы оно работало более понятно желательно чтобы эти размеры находились не на линии как раз вот сейчас для удобства нужно это увеличить и оттянуть его то есть ну это как бы нужно делать и согласно и скд то есть единая система конструкции документации либо iso потому что так не может быть как бы и по стандартам есть сделаем то же самое изменение здесь например на 600 600 на 450 изменим опять то есть вы видите что все перестраивается все работает отлично но мы пока работаем с элементами 2d чтобы перейти в построение 3d нам необходимо его активировать для начала что его виды чтобы мы видели это виды наших конструкций показаны здесь данном случае даже при работе в 3d мы можем не видеть элементы полностью и все его грани так как находимся мы в режиме вайфрейм построение вайфрейм это каркас каркасное представление когда нет вот такого шейда затемнения вот сейчас мы это сделаем перед этим сделаем сам элемент и так new component and труд это как раз первый такой фьючерс первый элемент первая функция которая необходима для создания уже 3d модель при этом смотрите что у многих программах есть стандартный элемент построения который делится как бы на разные виды как раз если нажать сюда то мы работаем именно с этим элементом если нажать на этот треугольничек открывается все возможные варианты создания нового компонента путем вытягивания экструдирования рывов поворота относительно оси свип лофт смещения в цилиндры face to face лофт слаб сферы кона конуса цилиндра и тора то есть разные варианты построения ну пока нас это не не беспокоит то есть вы будете вы можете это самостоятельно изучать дополнительные функции первое экструд экструдирование стандартно посмотрим что нужно для того чтобы видеть это более понятном формате то есть если мы делаем 3d элемент то желательно смотреть на него из-за визометрии то есть для этого мы можем опять же не зависимости от того что у нас есть на экране использовать колесико мышки либо данная функция есть такая кнопка view rotate то есть объемный вид можно вот так поставить в объемном виде и уже появляется такая стрелка она показывает как раз направление вытягивания обычно это работает и одинаково в очка от solidworks мастеркам в solid edge только там по-разному стрелочка это рисуется где-то сразу вот так показывается то есть как бы это выглядело бы если мы уже сделали эту операцию в некотором случае не показывает а просто как бы контур который мы работаем геометрии и вытягиваем что здесь первое это номер название компонента компонент это тот элемент который станет 3d то есть у нас есть assembly сборка которая включает себя компоненты это 3d вот эти элементы которые мы сделали например вот эта полка в данном случае который мы можем написать что-то на ней мы можем написать например bottom но ну на русском лучше не писать то есть там из-за кодировок и так далее bottom дно можно так писать да но то есть можно но пусть будет bottom окей для красоты дальше направление это вытягивание направление есть много вариантов первое это up то есть вверх второе это down вниз то есть можем вниз и вытягивать вперед вытягивать boss это значит что относительно этой нулевой z0 этой поверхности xy мы можем его на 10 либо на 30 на 40 вперед вытянуть и назад на столько то есть вверх и вниз можно next face до следующей поверхности если бы она была пока ее нет можно to face до какой-то определенной поверхности которому выбираем можно to face of сетом задать либо to play до другого плана задаем стандартно up в одну сторону и так я могу вытянуть его на 20 миллиметров на 20 миллиметров вверх либо вниз методом поворота переключение flip то есть flip это поменять местами да получается up flip это down down flip это up зачем это надо непонятно но это есть во всех программах то есть например можно отобразить вверх можно вниз можно в две стороны можно вверх с поворотом то есть вниз можно вниз поворотом то есть вверх вверх на 20 миллиметров нажимаем preview для того чтобы посмотреть как бы это выглядело в 3d но ведь все равно 3d никакого нет то есть есть только каркас поэтому как раз сейчас можно посмотреть переключить этот формат то что тут написано читаем внизу display solids and surface edge in the active display window да то есть каркасное представление сказано что показывается объемной поверхности граней вот in the active display на активном меню дисплея wireframe hld это когда задние подсвечиваются задние невидимые зоны как бы другим цветом точнее штрих пунктиром wireframe hlr это значит что только видимая значит только видимая грани мы видим ребра в данном случае shaded затемненное затемненное с hld и только видимое значение только видимая грани то есть выбираем как нам удобно это как вам удобно при построении я выберу так например окей на 20 миллиметров кроме этого есть такое понятие как draft out то есть можно сделать вот такое конус такой трапе трапе цедальный вид построение можно выбрать и можно его отобразить двух направлениях на нужном градусе например под 45 градусов можно сделать превью чтобы посмотреть либо в обратную сторону под 45 градусов то есть если это требуется для построения мне это не требуется например для построения я нажимаю 0 окей кроме этого мы можем отдельно выполнить такие действия где будет построена под 45 градусов треугольник на данном например на данном плане относительно данной грани и сделать такую функцию вырезания сегодня мы также это сделаем чтобы посмотреть какие бывают функции работы в 3d окей если тут все ли тут понятно и так что я сделал вначале запустил программу на определил определил план обработки данном случае план работы точнее это x и создал геометрию указал ее значение получил сборки вот такую одну процедуру это потом но она была этот элемент но этот компонент да как тут было сказано меня был создан последствия инструмента экструдирования экструд для вот этого профиля случае изменения этих значений например мне нужно я передумал либо изменил мне нужно 500 на 400 я могу изменить 500 на 400 при изменении мы видим что от изменение данной геометрии зависит это этот компонент это операция и эта сборка ну то есть все зависит что теперь просто нужно обновить rebuild rebuild model то есть обновление перестройка перестроение модели это то же самое есть например solidworks и тоже такой светофорчик только без этой гаечки готово сделано если мы привязываем много компонентов один на другой ну тогда нужно там возможно будут какие-то ошибки тогда нужно смотреть где можно переделать поэтому чтобы не было ошибок сначала конструктор либо дизайнер либо программист кто работает кат системе тем не менее должен понимать что он делает что он моделирует до конца то есть все видеть всю концепцию этого построения потому что бывает такое что если работает программист то есть он работает согласно какому-то дизайну модели виде чертежа либо это например обратный инжиниринг то есть когда мы по детали измеряем ее копируем да то есть некоторых случаях там изменяем масштаб крадем если можно так выразиться то есть создаем обратное создаем обратное построение то в данном случае мы также пользуемся этими функциями и так изменили далее сделаем новые компоненты нет давайте сначала поработаем еще здесь и так что здесь нужно положим мне необходимо вырезать что-то на верхнем на верхней плоскости то есть чтобы вырезать здесь вот такой вот такой вырез прямоугольной формы сделать ну как бы он не нужно его сделаю сделаю его сначала вот в этом в этой по в этом плане x и что для этого нужно для этого нужно создать геометрию но есть один момент что смотрите если у меня выбран extrude 1 вот здесь то есть я как бы нахожусь в режиме просмотра этой операции то построение геометрии недоступно неактивно если я нахожусь в режиме profile 1 это геометрии то построение геометрии доступно но она доступна для операции extrude 1 операция вытягивания уже создана мне не нужно ничего здесь строить если я еще что-то построю здесь например вот такую окружность сделаю обновить то что получится получится что операция extrude 1 была применена вот к этой геометрии к этой геометрии то есть иногда мне нужно и здесь построить и здесь построить но не в данном случае что теперь сделать как это удалить мы можем его в принципе выделить и удалить потому что он как бы отдельным компонентом есть вот то есть выделяем удаляем он мне не нужен при этом так как он использовался как бы вы профили номер один то теперь возникают такие ошибки скажем так что компонент который я выделяю для удаления он а link соединенный с другими компонентами вот с этими и удаление может произвести какие-то непоправимые эффекты я могу выбрать choose suppress то есть вот эту функцию для того чтобы permanently high this компонент то есть для того чтобы его скрыть на определенное время либо выбрать удаление для того чтобы удалить и соответственно нарушить эти взаимосвязи вот что можно еще можно зайти в этот профиль отредактировать его то есть нажать на него редактировать либо просто вот так открыть его и удалить этот профиль вот все его нет и сделать обновление компонент если мне необходимо отдельно то есть если мне необходимо сделать в одной детали построение прямоугольника и окружности которые как бы не связаны друг с другом да они не наложено друг на друга тогда лучше отдельно их начать то есть опять выбрать топ опять нарисовать например вот тут у меня должна быть окружность сделать отдельно для этой окружности построение даже если она тоже должно быть на 20 то тогда я его редактирую нажимаю правой классе редактирую процедуру пусть будет тоже 20 но теперь он меня отдельный то есть я могу его взять и удалить видите никаких ошибок нет ничего никто мне не спрашивает ясно идем дальше как сделать геометрию которая бы была применена была бы применима к какой-то грани которая необходимо воздействовать например мне необходимо сделать вот такой вырез прямоугольный в дне вот этой полке который я указал на для этого мне нужно нажать на эту геометрию минуточку не нужно не нужно ничего нажимать для этого нужно подготовить специальный план то есть если начал я построение этого компонента выбирая необходимую плоскость то сейчас мне нужно спас оставить создать этот план конструкционный уже на какой-то готовой грани этого элемента 3d я нажимаю на создать план выбирают тип построения тоже важно то есть если у меня он плана фейс то есть на плоской поверхности то я выбираю он план фейс если у меня эта позиция по линии что не в данном случае то я выбираю это тангенционально к поверхности например какого-то тора либо элемента я выбираю здесь цилиндра я выбираю здесь обтекаемо не обтекаемо оффсет с повторениями лов то есть есть много вариантов либо например оффсет я хочу сделать поверхность относительно вот этой грани но на расстоянии 10 миллиметров от ней либо еще больше для чего это нужно для того чтобы построить что-то на высоте относительно этого либо внутри ну внутри как бы обычно в ту сторону надо работать но так тоже можно было предположим не нужно что-то построить на расстоянии от этой поверхности тогда так тоже можно смотрите после того как я это сделал у меня создается отдельный план и в нем я могу нарисовать геометрию смотрите это геометрия она уже находится в воздухе на расстоянии 10 миллиметров сейчас я могу ее вытянуть например тоже на 10 миллиметров ведь у нас отдельно два элемента вот но это не то что мне нужно было поэтому я нажимаю дали отправляюсь к этому делаю rebuild и выделяю нормально этот элемент и так план крейтит метод метод создания плана план относительно этой экране selection complete то есть я нажимаю на него нажимаю ok здесь обязательно галочка ассоциатив то есть ассоциировать его нажимаем ok и смотрите что появляется создание новой геометрии но плана комплей 1 кона так construction до construction plane конструкционный план нажимая на него вы видите что появляется еще одна ноль еще один ноль и он находится как раз вот на верхней поверхности потому что у меня ассоциация именно здесь я теперь могу нарисовать геометрию могу нарисовать геометрию в виде отдельных линий соединить могу с помощью прямоугольника но для того чтобы сделать опять же вырез прямоугольной формы то мне нужно чтобы геометрия была закрыта что можно взять прямоугольник можно использовать такие внутренние снэпс привязки как мы это рассматривали в других программах то есть там же альфа кам тоже шарка я навожу на эту линию просто отвожу мышка нее и вы видите что такая привязка привязывается как раз грани верхнего значения вот сейчас я могу указать значение необходимое положим мне нужно 100 на 20 миллиметров сделать вырез но не именно здесь а сделать это нужно в центре для удобства чтобы сейчас это было более понятно мне необходимо опять применить такой фильтр как set view to construction plane чтобы мой активный дисплей окно показывала активный конструкционный план я сейчас привязан к верхней грани хочу чтобы это было параллельно экрану поэтому я тут нажимаю вижу параллельно к экрану иногда да мне необходимо посмотреть в каком это плане либо как это выглядит со стороны но я всегда могу вернуться set view to construction plane такая опция доступна в большинстве систем код что теперь теперь я этот прямоугольник просто от фонаря нарисовал здесь да он имеет уже размеры 100 на 20 которые мне необходимы и он привязан по иксу по игреку но не привязан по иксу сейчас мне нужно его как бы указать для этого необходимо сделать констрейнс такие взаимосвязи и и и Продолжение следует...